Прославить Владимир не только пешеходной зоной, но и патриотической. С таким заявлением выступили члены городского совета ветеранов на встрече с сетименеджером Андреем Шохиным и мэром Ольгой Деевой. Ветераны всерьез обеспокоены отказом топонимической комиссии переименовать Тотский сквер напротив театра «Разгуляй» в сквер ветеранов подразделения особого риска. Связано это с тем, что в названии не должно быть слов «атомный риск», «ядерный» и так далее. Панам считает, что то, что мы своими жизнями и здоровьем рисковали, чтобы в несколько десятилетий страна была вне войны всякой, мирное время обеспечили. Теперь мы, оказывается, лишние люди. Нас не пригласили, нас же читали, где-то панамической комиссии, хотя патриаров пригласили, когда их не вопрос поднимали. Андрей Шохин пообещал вопрос урегулировать и решить либо к 9 мая, либо к 14 сентября, когда отмечается день при разделении особого риска. Патриотическую тему ветераны поддержали и предложением переименовать одну из улиц Владимира в Сталинградскую. Затронули и социальные темы. Ветераны попросили продумать и найти возможность сделать один из автобусных маршрутов, либо 25-й, либо 26-й, социальным. А также подняли вопрос повышения тарифов на общедомовые нужды. У нас в трёхкомнатной квартире 250 рублей увеличилось за оплату за места общего пользования. В одной комнате 150 и 186 рублей в двух комнатах. Эта площадка у нас получается 850 рублей. Куда мы их не перейли? У нас нет рифов, нет ничего. 2 февраля в 15 часов у нас в городском совете будет первое заседание этой рабочей группы, куда мы приглашаем и из управляющих компаний, которые проводили вот как раз этот расчёт, и все наши органы, которые стояли у истоков. Это жилищная инспекция, это и департамент цены тарифов, которые непосредственно знают, в чём тут, как говорят, собака порылась. Субтитры создавал DimaTorzok